Сними его, сними, что он без разрешения У нас и так на целый час вы сняли там без разрешения Сними, сними Нарушили наши данные На полтора метра-то не подходить, опасно А вы без маски, а зачем она мне, я на природе Это вы на встречу с избирателями приехали, я правильно понимаю? Вы же депутат, я так понял, народный И как оно проходит, как избиратели, рады вам? У меня нет желания общаться с вами А что так вялут-то? Зона вообще запрещается, не то что вырубка, козьба запрещается По лесному закону Понимаете, нет? Я слышу вас, да, я понимаю Козьба запрещается, а здесь идет вырубка И 43 краснокнижных растений уничтожаются здесь Они только здесь на горе растут, а это Россия и мира краснокнижные Это все документы В документах Это все Я везде уже показывал, вон, трем старшим лейтенантам Все вот ксерокопии приложены к всем документам Ждем из прокуратуры, из генпрокуратуры ответа И ответ будет, что здесь ни одной машины не будет Вот этих вот Когда он еще будет ответ? Через неделю будет здесь в комиссии Вот когда будет? А сегодня мы просим, чтобы вот эти вот большегрузы сюда не заезжали всего лишь Вы не просите, вы же стоите на пути их движения Мы их и не пропустим Потому что мы ждем, вот я же говорю, ответа и генпрокуратура Ответ придет? Придет Сегодня по факту вы же стоите, заграждаете движение Нельзя заходить сегодня, вот когда? А у тебя придет тогда? Вот у вас мы фотографируем все равно Вот когда придет комиссия Мы просто предъявим звание Младший лейтенант такой А я скрываюсь что ли? Звание свое? Или я данные может свои скрывать? Нет, нет, вы не скрываете Вы просто требуете, чтобы мы ушли Я не требую, я говорю, что ваши действия сейчас противоправны Вот я вам о чем говорю Потому что вы преграждаете, создаете помеху в движении данного транспорта Вы ДПСник? Почему вы не хотите понять? В чем тут ДПСник? Нет, вы ДПСник ДПСник Нет Что ДПСник? ДПСник это дорожно-патрульная служба Нет такого понятия ДПСник Есть инспектор дорожно-патрульной службы Да Майор стоит там В возле Кутора Я у него спросил Я говорю Тяжелую технику будешь пропускать? Говорит Я буду пропускать, потому что у меня нет весового контроля Я говорю А вот если пойдет с железобетанным грузом Я не имею права Вы разговор в другую сторону вводите? Нет, я просто говорю, что вот этот беспредел, который здесь творится с вырубкой леса и который мы хотим предотвратить, а вы помогаете им нарушать... Я никому не помогаю На данный момент Помогайте нарушать российский закон о сохране лесов, лесозащитной зоны Вы записали? Скажите, а вот если допустим, мы сейчас пропустим эти машины, чем они будут заниматься? Они будут... Вы поедете с нами Они будут работать Работать они что будут? Вырубать лес? Там же вам договор предоставляли Нет, секундочку Они будут вырубать лес У вас в Конституции тоже такое же право, как и у нас Защищать родную природу Точно такое же, понимаете? Только мы по Конституции хотим жить, а вы... Я бы без камер поговорил про Конституцию, про выборы, про голосование Хорошо Товарищ лейтенант, а вы свои данные согласны дать? В таком случае, если они вот заезжают Я же представился И после этого... Изначально, когда подошел... Полностью под запись все данные всех ваших сотрудников, которые с вами приехали Если вот они нас так и проезжают Я за себя отвечаю, я еще раз говорю За других сотрудников, за их звание, за их фамилию и отчество И другие сотрудники согласны, которые согласны пропустить Вот если после этого нас как-то проезжаете все-таки в конце концов И мы выигрываем И мы в это же заявление указываем ваши еще фамилии И вы пойдете вместе с ними под статью Вы согласны? С чем? Так как это уже нарушение идет Нет, с чем согласны-то мы? Что мы вместе с ними, как вы сообщники сырьевой компании, не разобравшись, пытаетесь запустить их на разработку Я не пытаюсь запустить, я еще раз вам повторяю То, что вы сейчас создаете помеху движению данного транспорта Ну так как они Вы же даже с этим согласны Цель-то другая Ну вы же их Здесь не трасса Не трасса Причем тут трасса или не трасса? Это не трасса Это лес Причем тут трасса или не трасса? Пускай так двигается Пускай так двигается Пусть пытаемся Мы же противодействуем Причем Мы противодействуем Причем Участие принимать Будете в этом? В чем? Вы только что вам разъяснили Я еще раз говорю Вы Данное Скажем так Товарищи Я вот маленько займу ваше внимание Значит Генеральному прокурору Российской Федерации Игорю Владимировичу Краснову Уважаемый Игорь Владимирович В АМУ Совет Гринпис Поступила информация Жители Республики Башкортостана Что на территории Места Места рождений Кушталу На основании Лицензии Уфы Это другое заявление В ближайшее время Но это уже в ближайшие Мы уже начали Я вам только Зачитаю Конец весь Если вы хотите Таким образом Указанная Карта Схема Является Определяющим Границы Защитных лесов В соответствии С лесным кодексом Российской Федерации Расположенный В лесопарковых зонах Запрещается Запрещаются Действия Полезных Ископаемых Таким образом Разведка И добыча Полезных Ископаемых На место Рождение Кушталу Является Нарушением Лесного Кодекса Российской Федерации Второе Башкирскими Учеными На территории Природного Комплекса Горы Кушталу Выявлено Более 40 видов Животных Растений Грибов Относящих К объектам Занесенные В Красную Книгу Республики Башкортостана России И Международного Союза Охраны Природы В соответствии С федеральным Законом С федеральным Законом Об охране Окружающей Статьи Статья 60 Растений Животных И другие Организмы Относящиеся К видам Занесенным В Красной Книге Повсеместно Подлежат Изъятию Из Хозяйственного Использования Запрещается Деятельность Ведущая К сокращению Численности Этих Растений Животных И других Организмов И ухудшающую Среду Их обитания В соответствии С федеральным Законом О животном Мире Статья 24 Действия Которые Могут Привести К гибели Совершению Численности Или нарушения Среды Обитания Объектов Животного Мира Вынесенных Красной Книги Не допускается Юридические Лица Граждане Осуществляющие Хозяйственную Деятельность На территории И акваториях Где обитают Живот Так Так Акватория Где обитают Животные Занесенные В Красной Книге Несут ответственность За сохранность Воспроизводство Этих Объектов Животного Мира В соответствии Законодательством Российской Федерации Российской Я говорю НЕРБ И законодательством Субъектов Опять же Российской Федерации В соответствии С Лесным Кодексом Российской Федерации Статья 60 Прим 15 Охрана Редких И находящихся Под укрой Исчезновение Деревьев Кустарников 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 Красные В Красной Книге Субъектом Российской Федерации Осуществляется В соответствии С федеральным Законом От 10 Января 2002 Года Об охране Окружающей Среды Особенности Охраны Указанных В части 1 Настоящей Статьи И находящихся Объектов Растительного Мира Устанавливается Уполномоченным Федеральным Исполнительным Власти В соответствии С особенностью Охраны В лесах И редких Находящихся Исчезновений Деревьев Кустарников Лиан Иных Лесных Растений Занесенный В Красную Книгу Российской Федерации Или Красной Книги Субъектов Российской Федерации То есть Башкирии Лица Исполняя Использующие Леса При обнуржении Редкого Вида Принять Меры К тому Чтобы Как сам Экземпляр Этого вида Растений Так и место По его Обитанию Не пострадали При Дальнейшей Хозяйственной Деятельности Таким образом Разработка Месторождения Куштау Будет Являться Нарушением Закона Об охране Окружающей Среды О животном мире Лесного Хозяйства Российской Федерации Особенности Охраны В лесах Редких И находящихся Под Угрозой Исчезновения Деревьев Кустарников Лиан И иных Лесных Растений Занесенных Красную Книгу Российской Федерации Субъектов Российской Федерации То бишь Башкирии Обращаем Внимание Что Планы Разработки Горы Кушталы Вызвали Широкий Резонанс Значительная Часть Жителей Республики Башкортостан Выступает Ой Против Ее Уничтожения Совет Препрезиденте Российской Федерации По развитию Гражданского Общества И правам Человека В результате Выездного Заседания Башкортостан Рекомендовал Отказаться От Разработки Куштау И придать И придать Ей статус Национального Парка И в заключении В связи с изложенным Просим Принять меры Прокурорского Реагирования Предотвращения Или Перечисления Исконных Действий По Разведке И добыче Полезных Ископаемых На горе Куштау О принятых мерах Просим Проинформировать О МНЮ Совет Гринпис подписал Цыплаков С уважением Цыплаков Так что Давайте Пока Расстанемся Как только Прокурор России Краснов Отреагирует На наш запрос Не на нас А на московский запрос На московский запрос И тогда Мы будем Договариваться А пока Товарищи До свидания До свидания Краснов Нам не дал Ответа еще Мы ждем Его Мы ждем Это срочная Инстаграмма Срочная Подписанная Цыплаковым Только что подписанная Милости просим Хотите посмотреть Хотите Снимите себе Давайте я Перекину вам Уважаемые Пожалуйста Охранники Пожалуйста Отъезжайте Краснов Вам с вами Шутить Не будет Не будет Краснов Генеральный Прокурор России Шутить с вами Не будет Он поступит Не как Вы с нами А наверное Построже Давайте Отъезжаем Бумага Такая Есть РБ Здесь Ни при чем Никакие аренды Ни при чем Есть Статья Аренда Это воровство Все До свидания Я всем прочитала Кому надо Кого интересует Я вам сброшу Эту бумагу Ну все услышали Долго Уже Уже Считайте Официально Официально Доходчиво Официально Это ответила Москва Не РБ Не Хабировская Республика А Россия Вся Уезжайте Господа Уезжайте С Богом Уезжайте И с Аллахом Пока Краснов Не пришлет Вам Разрешающие Ехайте Ребята На Куштау Вот и мы Тогда Отойдем И ваша власть А пока Власть России Приезжайте Отдыхать Семьями Поехали Поехали Разворачивайтесь И поехали Кому Нужны еще Московские Кому Я сброшу Кому Кто Старший Здесь Тут Младший Лейтенант Слушает А старший Лейтенант Поодаль Я даже Не узнаю А капитана Здесь Не видно И майора Уже Вставайте Вставайте На нашу сторону За природу И за законы Вставайте Ну сейчас Любовь Михайловна Прочитала Какие вам еще Надо определения Отписанный ответ Москвы Вы Не имеете Права Не имеете Краснов Еще не дал ответ Давайте Поехали Домой Начинайте Трудиться Лови Кваров Нарушителей Кого угодно Не тратьте Пустое время Честно Вот эти два Не трогайте меня Я не трогаю Ваши звезды И пандитизм работает Своими действиями Действиями Товарищ младший льтиан А вот теперь я могу сказать Вы говорите Соблюдайте социальную дистанцию Он стоял здесь Вы оттуда подошли К нему сюда Вы меня пригласили Вы оттуда подошли К нему Вы отошли ко мне И позвали меня Я вас выслушать хочу Он должен обращаться Вам как еще Вот еще вот Как по другому Владимир Николаевич Владимир Николаевич Дальше Слушаю вас внимательно Хотя со звуком немножко Записываем 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 Вот все свидетели Какими действиями Какой вам еще вот Нужен документ Мы приглашаем путь Нарушению закона Мы за закон Как мы можем Вот смотрите Путин Создал такую армию Вы находитесь Под козырьком И мы все Иначе Россию не уважали бы И сейчас Россия рулит Весь мир Теперь слушает Путина И вот Мало ли Как вам еще объяснить Володя все успокойся Пока До свидания ВВП называется Владимир Владимирович Путин До свидания Придет ответ А генерального Прокурора России Ваш непосредственный всех Наш руководитель С первого июля Вы уже в другой стране живете И я в том числе Еще создадут новые законы Пройдет месяца нескольких До нового года И все поменяется И вот эти олигархи Они отсюда Сами убегут Иностранные Иностранщины Вот это Ну и ребят мы засняли Посмотрим Как их будущность Будет развиваться Посмотрим Это досконально ясно Понятно Это предсказуемо Я с каждым Буду встречаться В начале сентября Мы ходили на конституцию В конституцию Голосовали за нее Да Ну может быть Какие еще могут Претензии Что я тут запрещаю Вам приезжать Отдельно Пусть решает генеральный Как я вам запрещаю Проезжать Стоите здесь Вот Вы туда цель какую Преследуете Чтоб туда проехать Вот вы следствие А причину мне назовите Что вы там будете творить Я лично Я ничего не буду творить Не будете творить Потому что вы Данная компания строительная Вы человек подневольный Вы бюджетник Вы даже не создаете Никакие блага Как и пожарные службы Как и все остальные Медики хоть лечат вас Медики От коронавируса Вас лечат Нас всех защищают Вот эту маску Вам просто надеть Ну слушай в ответ Вы же не производите Ничего Так Не надо говорить Володь Еще одно вопрос Жень Выслушай Как может Наша Государственная служба Государственная служба Как Росгвардия Служить Служить Частной Фирме Я предлагаю вам Обратиться с вопросом В Росгвардию Хорошо? Я не Росгвардия А вы ППС Я? Да Сотрудник полиции Отдела МВД России По Шимбайскому району Не, ну вы сейчас Сотрудник соды получаетесь Нет Мы Вот именно говорим Вы Вы защищаете Частное предприятие В данном случае Вы преграждаете Движение данного транспорта Я вам задал просто вопрос Вы сейчас Служите Частному предприятию Частному предприятию Получастному Я еще раз говорю Своей принадлежности Ну вы Вы Работник Не работник Служащий Сотрудник УВД Сотрудник По данной Лесной Можно я вопрос задам Товарищ лейтенант Вы все разговариваете Как по шаблону Говорите о каких-то ГОСТах Стандартах И так далее Помимо этого А есть что-нибудь Человеческое у вас Нет В сердцах Что-нибудь Такое Вопрос Работаете на Частное предприятие Сегодня Записал Мой вопрос Все Спасибо Я больше Пока Вопросы Задавать не буду Еще есть земельный кодекс Который защищает Населенный пункт Вокруг на 30 км Земли Сельхозназначения В районе 30 км Радиуса Вокруг населенного пункта Они не должны быть Под разработкой Под пробуждением Если народ Не согласен Передайте наши просьбы Вот это Ваши видеозаписи Конкретно Не надо мне ничего Предлагать Передайте И пусть Они вам дадут Следующее разрешение Какое действие На ваши последующие действия Мне никто разрешение не дает В данный момент Вы еще раз говорю Вот эту видеозапись Вы не хотите передать Своему начальству Это же официально Это прокуратура Главная Прокуратура России Которой Любой Должен подчиняться Они не подкупны Им бабла Вот не надо Вот этого И тут разговаривать С нами надо По-людски Вы представляете Все таки народ Который вас содержит И это вы Наверное Не вновь это знаете Когда вы выбирали Эту работу Службу свою Такую Мой сын Старше вас Старше вас И в районе И в звании Майора Я могу с вами Разговаривать Как я желаю Потому что я Воспитал его Как человека И горжусь им А вот вы Должны гордиться Чем потом Спустя вот эти Действия Которые ваши Повлекут Через года Чем вы будете гордиться Что детям-то Расскажете Таите уедите Народу соды давили Или еще куда-то Вот с таким Бунгалом Ну ладно Сказать нечего Ну нечего сказать Дальше что Мы все равно Стоять здесь будем То есть вы Движение преграждаете Транспорт Мы не преграждаем Движение Мы делаем Справедливые требования Которые вам зачитали В данный момент В данный момент В данный момент Вы преграждаете Движение транспорта Вы пролетаете тогда Володь Все Ну хватит Уже все Наговорились Давайте Тимофей дай мне пожалуйста Моего подполковника Ну я забыл его номер телефона На столе Он не хочет начаться Ну напери мне пожалуйста Передать надо начальнику Я просто скажу Он забирал людей Пойдемте вместе Передадим Пойдемте вместе Передадим Ну прекратите Все уже хватит Давайте отделим Движение Михайловне Он дал визитку Сказал обращайтесь в лично Ну я забыла на столе Ну дайте пожалуйста связь Ну при тебе же он дал номер телефона Написал саморучен Ну и что такое Или с вашего я поговорю Скажите Львому Михайловне Он забыла номер телефона Он так любезно меня приглашал Еще раз приезжал Я написал Ну просто Сейчас Сейчас есть Не отвечай Я тоже так постояла немножко Связи нету Нету связи Наши деды Моя теща Непосредственного участника войны защитила от таких посягательств. Сейчас претендует. Хальдерберг темен. Вроде как бы те же немцы. А ты вот не осознаешь, что ты предаешь нашу родину подвиги своих дедов. Не осознаешь. Правильно. Или ты вот так? Ты вот так говоришь. Не осознаешь. Согласен? Согласен. Ты сначала согласился. А нет, нет. Базар свой немножко. Начни. Женя. Женя. Фамилия есть у Жени? Конечно. Роман. А вас как? Чего? Не слышал? Нет фамилии что ли? Фамилия-то есть? Какой его фамилия? Его тоже? Конечно. Чего руки трясутся? Февку. Адреналин. Ага. Февку. Сволочей не люблю. Страсть. А где вы сволочевец? Да встречаются иногда. Причем вот последний третий день. Чем дальше, тем больше. Чудеса. Потеряли что ли? Да я думал вы, может что ли? Чего там? Бутылка. Ага. И что не представитесь? Не знаю. Сейчас он кушает. Трота в городе. Перекрыть как-то тропу, организовать эти туалеты поставить. А внутри туризма? Ну потому что сейчас вот это все туда все ходит, там видно ее загадили. Если хотят как-то это организованное, не знаю. Он вас не слушает. Мы ему не интересны, боюсь. Я вас, ваш главный слушатель вообще на самом деле, с удовольствием все что угодно запишу. У меня нет желания быть для вас... Ну вы же народный депутат. Ридером. Да, как бы ладно, бог с ним. Но вы же народный депутат, я правильно слышал? То есть я понимаю, встреча с народом так себе. Или народ не тот. Спортился народец-то. Уж извините, что пристаю. Накипело просто. А вот может объясните, как раньше было-то? Сода микрорайон целый построила. На балансе садики были. Учебные учреждения, бассейн. ДК был какой. А сейчас почему нет? Вы же там вроде все-все для города. Как так-то? Я слышал, ДК закрывали. Там миллиона в год не хватало, чтобы не закрыть. А у вас зарплата какая? Дивиденды? Я не знаю, может врут, говорят, 500 миллионов платили акционерам. Нет, вы скажете, если не правда. То есть это как бы 500 лет, да как мог работать? Ну вот так вот. Не, врут может быть, так вы скажите. Я же вот по слухам все говорю. Я же вам сказал, что я с вами общаться не вижу смысла. Да почему? Мое личное мнение. Это не мнение, это трусость. Уж извините. Вот смотрите, у меня даже руки дрожат, я же все равно с вами говорю. Вы-то чего боитесь? Уходить я от вас не буду, но разговаривать с вами тоже не буду. До свидания. Вы же взрослый человек. Ну, офигеть какой взрослый. У вас родители были. Вы еще того поколения. Практически в отцове не годитесь. Ну как так-то? Это ж народ, избиратели ваши в том числе. Вы тут командуете. Скажите. Левами кто-то командует. Что там отобрили, нет наверху за вчерашнее видео. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Александр Владимирович. Еще раз. Здравствуйте. Вчера встречались. Вы все-таки обещали подумать над вопросом. Давайте терроризировать народом не будем, ладно? Я хочу заявить. Я смою это под запись. Пожалуйста. Все наши действия в законодательном плане обоснованы. Поэтому говорить о чем-то дополнительно. Нет, давайте сейчас общаемся. Как вы объясните вот то, что нам предоставили? Больше я ничего говорить не буду. Нет, Александр Владимирович, вы докажите, когда мы соберемся за круглый стол, скажете, вот мои документы, вот эти. Покажите. Я вам сказал, больше я. Вы же на ногах же вы не сможете показать? Больше я говорить ничего не буду. Ну, не будете, не будете. Ну, смотрите, сегодня при Рузинага вручили документ, где указано. Из Ишимбайского ОВД, да, или ОВД, ну, я не знаю точно. В общем, правоохранительный орган. Там указано, что вот этот лес считается федерального значения. Там, под защитой, как там было написано правильно, я не могу сформулировать. Как было написано вот то, что вот этот лес там вручили? Защитный лес. Защитный лес, да, федерального значения. А им, у них документы от лесничества Макарского. Разве Макарское лесничество может федеральный закон перебарнуть? Я не знаю. Перебленность. Это же. Поэтому я еще раз предлагаю, Александр Владимирович. Бред какой-то. Каждому ясно. Ну, и разве эта информация поступает? Нарушает федеральный закон. Еще раз официально заявляю. У нас документы оформлены. Вам не надо. Я больше никому ничего говорить не собираюсь. Я уже устал три дня объяснять, рассказывать и говорить. Пусть нашу ситуацию разрешат правоохранительные органы. Поэтому давайте не обострять. Поставят жирную почку. Кто прав, кто не прав. Все. Не будем обострять отношения. Я знаю про это. Целевое защитное. Отнесены к защитным лесам. В основании приказа федерального организма лесного хозяйства. Да. А народ вам дал природу? Вы же террористы получаете природы? Осторожно, осторожно. Осторожно. За каждое слово. Потом пойдем. Да не бойтесь. Не бойтесь. Я не боюсь. Я за это время наслушался столько, что вы меня не удивили. Просто такую статью надо вести. Террорист природы. Александр Владимирович, я еще раз спрашиваю. Пожалуйста, от имени народа, от именно общественной организации. Давай сядем за стол переговоров. Хоть на вашей территории, хоть на нашей, хоть где любую. Я вас услышал. Вот услышали хорошо. Под камеру говорю, что я вас услышал. Давайте вот это сделаем. И ничего вам не обещают. Надо сесть. Под камеру говорю. Чтобы не было другого трактования. Они смотрят на нас. Вот под камеру в стадии защиты природы. Я вам и сказал. Они над защитниками террористов. Ничего пока вам не обещают. На ваш вопрос я дал ответ. Так далеко уже вы пойдете. Зачем это нужно? Вам нужно что ли? Нездоровую обстановку в регионе. Мы в вашей территории живем. И вы тоже самое. Давайте обстановку сделаем более нормальной. Чтобы люди жили миром. Камильный целом. Вот тогда решим, когда сядем за свой переговор. Отдать вам или не отдать? Спуститесь со мной. Я сейчас начальника предупрежу. Еще раз, пожалуйста, Александр Александрович. Вы услышали? Конкретно вы ничего не говорите. Выполненного долга. Ну тогда же будем действовать по-другому. Не обижайтесь. Через высшие органы будем действовать. Как считаете нужно? Будем. В соответствии с законодательством. Как бы там ни было, мы... Как действуем мы, пожалуйста. Как бы там ни было, мы не допустим туда. Как считаете нужно? Вот будем работать. С каждым днем всего народа будет больше. А это вам надо? Вам надо это? Как считаете нужно? Нет. Надо вам вот это? Я еще раз говорю. Как считаете нужно? Обстановка, чтобы ненормальная обстановка в Башхарстане. Как считаете нужно показать? Это не ответ. Если вы хотите сохранить рабочие места в Тель-Тамаге, да? Давай можно еще добавить. Подальше вот ехать в горах. Разрабатывается дальняя гора, которая не влияет народу. Там техники больше и рабочих мест больше станет. Дельное предложение. Зря вы так отмахиваетесь. Там неправильно считали, что стоимость сырья всего 3% в пачке составляет? Врут все? Вы поясните хоть с экономической точки зрения. Не убегайте. Женя, я от вас не бегаю, но я вам сказал, что уходить от вас я не буду разговаривать с вами тоже не хочу. Все. Вы? Я не Зачи, который от Волка бегает. Представьте, что с избирателями общаетесь сейчас. Я вам свою позицию обозначил. Все. Комментария больше не будет. Что ж вы за люди такие? Вы сейчас глупите природу, да? А природу потом не простить. Никакими деньгами, никакими силами не восстановить. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Мы будем. Нет? Мы молодец. Есть, есть, да. Надо сейчас. Есть, есть, да. Я свое слово скажу. Слово свое. Я ему предлагаю себе. Нормально же общались. Ну, даже очень хорошо. Ну, вообще, прям сказка. Ты посмотри, что делай. Вы что здесь делаете? На холер. Вы не продирался. Не продирался. Рабочий день наскольки? Что вы здесь делаете? У вас. На работе. А, свободное время, что ли? В отпуске. Едите, холодите. Мы уже сколько с вами говорили, да. Миллионы своей отрабатывали. Надо быть человеком. Надо выполнять законы. Привяженность работе. Надо уважать народ. Что мы сложные задачи просим от вас? Обыкновенно простые задачи. Быть человеком. Не воровать. Не обзывать. Не устраивать комедии. Не придираться. Не делать провокации. Я пришел отдыхать, но вы мешаете. Я дышать хочу здесь, свободно. Куда проходить? Что вы мне посылаете? Проходите. Я на природу. Вот природа. Это же природа. Не ваш сарай. Не выговорится. Конечно, мы против ваших миллионов. Мы никто. И вот эти вся публика, они идут. Этот человек, он только называется, форму имеет. Он давно уже перешел в этот, в гривенник или целковый. И вас покупает. И дурит вас, как хочет. Я же вам объяснял. Я ему объяснял, что сырьевая компания не нужна. Она авантюрная компания. Без компаний технология будет более полудоконна. Энергосберегающая. И человекосберегающая. А он что делает? Он рушит природу. Продает ее за границу. То есть он отчуждает эти территории Хальдербергу, а также всем этим, Ибрагимовым и Чериковым, всем вот этим, проживающим там. А вам отбросы дает. А вы служите. А вы ему служите. Но он временно. Мы докажем о том, что его технология враждебная всему живому. Я удивляюсь, что он кончил. Что не понимает. Вы немножко ботанику, зоологию, химию, чуть-чуть, девятый класс знаете. Если бы он знал, никогда бы его это не позволил бы. Никогда бы этого. Ребята, вы очнитесь. Ну, просто... Давайте мужики, дорога. Собожаем. 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 Как ощущения? Облегчённо погодить. Сегодня маленькая победа. Маленький глоток весь. Прекрасно. Тяжело. Сегодня тяжело очень. Но дальше чувствуем быть, наверное, ещё тяжелее. Морально ты готовы? Готовы. Моральный дух у всех приподнят. Ребята! Это опять лейтенант идёт. Если вы не знаете, просто показывайте патину и будем представляться. Фамилия! Фамилия! Ребята! Я скажу! Забыл! Всё, тихо! Давайте! Давайте шуточку поговорим.